Решиться на татуировку не так-то просто, как многим кажется. Есть очень много факторов, которые влияют на принятие решения. И один из этих факторов это боль. И поэтому сегодня мы будем говорить именно об этом. Больно ли делать тату? И как снизить болезненные ощущения во время сеанса. Но прежде чем мы поговорим о боли, я бы хотела продемонстрировать вам вот это видео. Я надеюсь, я вас не сильно напугала. Итак, татуировка это так или иначе повреждения кожи. И разные люди сравнивают это с разными ощущениями. Кому-то это напоминает ссадины, кому-то напоминает электрический ток, кому-то царапины. Но я думаю, вам будет легче, если я покажу вам картинку. Итак, начнем с самых болезненных мест. На голове это, как правило, либо мочки ушей, либо само лицо, по себе знаю, конечно же, либо сам череп. Если мы говорим про руки, то, как правило, это локти, это запястья, это подмышечные впадины. Кисти рук, кстати, тоже не исключение, потому что здесь очень близко находятся костяшки. Если мы говорим про ноги, на ногах у нас самые болезненные места это под коленкой и сама коленка тоже, естественно. Вот, плюс к этому добавляется еще и задняя поверхность бедра. Там почему-то моим клиентам довольно больно, потому что, видимо, кожа очень нежная на этих местах. А если мы говорим про торс, то это, как правило, грудь, это, как правило, бок. Кстати, не знаю почему, но почему-то клиенты довольно часто выбирают место для первой татуировки на ребрах. Камикадз какие-то. И единые татуировки тоже не доставят вам удовольствие. Теперь поговорим о местах, на которых татуировки делать и больно, и не больно одновременно. Это, если мы говорим про торс и грудь, то, как правило, на ключицах и на самой грудной клетке не так уж и больно бить татуировки. В принципе, за пару часов можно привыкнуть. Если мы говорим про спину, то, ну, вообще, в целом, спина, лопатки, это довольно терпимое место, за исключением, скорее всего, поясницы, потому что поясница все-таки это более чувствительное место, и его можно отнести к тяжелой степени боли. Татуировки на ягодичках делать терпимо, но если спуститься немножечко пониже, то можно... Ну, в общем, будет больно. Живот. Это такое место, на котором делать татуировки, в принципе, не очень удобно, ну, и, возможно, из-за этого и не совсем приятно, то есть потерпеть придется. Руки. Руки, это вообще мое самое любимое место, потому что это одно из самых, ну, практически безболезненных мест, за исключением тех мест, которые... о которых мы говорили ранее. Ну, и ноги. К средней степени боли можно отнести область переднего бедра, икор и подъем стоп. Ну, на этих местах, скорее всего, придется даже немножечко всплакнуть. А теперь поговорим о местах, на которых татуировки делать не больно, и это... Ну, вы поняли, таких мест не бывает. Ну, а если серьезно, конечно же, на деле есть места, на которых татуировки бить действительно не больно, и это места, на которые наносятся обеспаливающие средства. Но о них мы поговорим в других роликах. Надеюсь, видео было полезно, и у вас, особенно у тех, кто только-только собирается бить татуировку, не возникло ощущение, что татуировку делать больно. На самом деле все довольно терпимо, никто от сеансов не убегает. Ну, таких людей, по крайней мере, лично я не знаю. На моих сеансах люди не убегают, иногда они чуть-чуть засыпают, иногда они немножечко кричат, но все в рамках приличия, собственно. Не забудьте подписаться, поставить лайк и все такое. Нет, не забудьте. Нет. Ну, просто, типа, лайкните и все. Да, нормально. Заебись. Заебись? Вообще охуенно. Ты что, снимала? Да. Молодец. Я жила, здесь ничего не делала. Ну и ладно.